Вчера в восьмом часу вечера в Алапаевске 12-летний мальчишка, приехавший погостить к бабушке и дедушке, без спроса взял старенький мопед, без присмотра пылившийся в ограде частного дома, и повез кататься 14-летнего подростка. На улице 26-го портсъезда, на котором, к слову, генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежник провозгласил лозунг о том, что экономика у нас должна быть экономной, бесправный юный байкер пытался развернуться и в итоге покалечил своего попутчика. Точнее, тот сам себя нечаянно наказал. Правая пятка подростка попала между спицами заднего колеса. В итоге 14-летнего пацана на скорой увезли в Алапаевскую больницу. И там доктора диагностировали у мальчишки перелом пяточной кости и разрыв сухожилья. Естественно, пацаны катались на мопеде без мотошлема, что могло закончиться еще печальнее. Установлено, что мопедом управлял подросток 12-летнего возраста при движении по улице 26-го портсъезда. При осуществлении разворота нога пассажира попала между лучами диска заднего колеса, в результате чего несовершеннолетний пассажир получил травму правой ноги. Несовершеннолетний водитель находился в гостях у бабушки с дедушкой, где без их разрешения взял мопед, находящийся в ограде. При управлении на данном мопеде и водитель, и пассажир были без мотошлемов, а также без других средств защиты. Родители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Госавтоинспекция призывает взрослых контролировать досуг своих детей и не приобретать своим детям опасные игрушки. Транспортное средство, будь то скутер, мопед, либо мотоцикл – это средство повышенной опасности, для управления которым необходимо наличие водительского удостоверения. Помните, выезжая на проезжую часть, либо садясь за руль данных транспортных средств, ваш ребенок подвергает свою жизнь и жизнь других людей в смертельной опасности. Судя по потертостям заднего сидения «Дельты», дедушка мальчишки, возможно, на нем во времена 26-го портсъезда, то есть в начале 80-х лет прошлого века, ездил на работу на завод. После всего случившегося злополучный мопед загрузили на эвакуатор и в кандалах отправили на штрафстоянку. Вероятно, из-под ареста домой он так и не вернется. Субтитры создавал DimaTorzok